В администрации городского округа прошло очередное заседание комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Темой совещания стал вопрос об организации проведения мероприятий по защите лесного фонда и населенных пунктов от природных пожаров, а также состояние пожарной безопасности жилого фонда и объектов экономики. О чем еще шла речь на заседании, вы узнаете из следующего сюжета программы. Весна. Снег постепенно тает. Приближается пожароопасный период. А потому свою работу, собравшиеся на заседании, начали с обсуждения готовности нашей территории к ликвидации и тушению лесных пожаров. Также обсудили вопросы об организации и проведении мероприятий по защите лесного фонда и населенных пунктов от природных пожаров. Еще до начала пожароопасного периода необходимо провести ряд мероприятий. А именно, обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, своевременно очистить территории города Фокина, поселков Дунай и Путятин от сухой травы, листьев и сгораемого мусора. На данное время комплектованы для тушения лесных пожаров 5 пожарных, 6 лесников. Для перевозки людей автомашины ЗИЛ-131, 2 штуки. Для патрулировой перевозки людей УАЗик имеется. Для тушения пожаров 6 в воздуходувах. Расовый опрыскиватель 3. На тушение лесных пожаров и низовых палов в случае необходимости в городском округе привлекаются не только силы лесничества, но и идет взаимодействие с подразделениями Государственной противопожарной службы ФПС номер 25 МЧС России, пожарными подразделениями соединений частей Николаевского гарнизона. Помимо этого, на тушение пожаров привлекается и поисково-спасательный отряд управления ГОЧС. Производить выжигание сухой травы, земля в промышленности, энергетики, транспорта и так далее, только в безветренную погоду. При условии, что участок для выжигания должен располагаться не ближе 50 метров от ближайшего объекта, территория вокруг участка должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев и отделена противопожарной минерализированной полосой шириной не менее 1,4 метра. Если обеспечить пожарную безопасность на территории города Фокина и посёлка Дуна и проще, здесь есть пожарные части, то с островом Путятина ситуация обстоит куда сложнее. Посёлок расположен вблизи лесного массива и находится в отдалённости от пожарных частей. Переправить туда пожарную машину проблематично. Это занимает слишком много времени. С 22 января 2013 года на острове была создана территориальная добровольная пожарная команда. Имеется на вооружении автоцистерна, воздуходувка и 4 человека добровольных пожарных. Однако есть небольшие проблемы. Поступила информация, что автомобиль, который находится на вооружении, разноречиво, находится не в строю. Хотя, когда мы ездили туда комиссионно, проверяясь, там нам показывали, что не работает. Вот сейчас погода устойчивая станет. Решение КЧС я не знаю, мы держим на контроле. Естественно, поедем и будем разбираться. Чтобы до начала пожароопасного периода мы могли принять меры по ремонту и так далее. Что же касается ситуации возникновения на нашей территории палов, то зачастую причина таких возгораний – детские шалости с огнём, либо беспечность взрослого населения. Поэтому специалисты просят в образовательных учреждениях городского округа, а также всех родителей провести разъяснительные беседы с детьми. И ещё раз напоминают, что во время отдыха на природе, в лесу, на дачах, тщательно следить за разведёнными кострами, открытым огнём, принимать все меры для предотвращения пожаров и распространения возгораний. Также советуют привести свои участки в порядок, очистить от сухой травы. Это касается и руководителей предприятий, и владельцев частных подворий.